Доброе утро! Так что приступаем. Что нам понадобится? Нам понадобится яйца, молоко, крахмал, приправа хандаши, также кунжут, соус унаги, водоросли вакамы и также понадобится сам угорь. Ну и немножко украшения. Наверное, нам придется с вами гуглить название половины из компонентов, но тем не менее будем расширять свои кулинарные горизонты. И давай приступать к приготовлению, а потом будем расспрашивать тебя параллельно. Конечно. Первым делом зальем молоко. И добавим крахмал. Для плотности омлетов японцы используют крахмал, но мы привыкли муку. Еще я добавляю концентрат рыбный хандаши. Помним, что готовить он весьма сложно. Выпариванием длительным рыбного бульона вот подобные гранулы. Ну не знаю, найдется ли он на вашей кухне, но тем не менее он добавит правильные акценты в наше блюдо. Тщательно перемешиваем для того, чтобы гранулы растворились. Так, и наверное я подаю яйца? Да, но перед этим я чуть-чуть сахара добавлю и немножко соли. Сахар, соль растворились и добавляем яйца. Я использую три яйца, оптимальное количество. Тщательно взбиваем омлет. Омлет взбили и добавляем на подогретую сковороду оливковое масло. По всей плоскости салфетками распределим. Масла не должно быть сильно много, для того, чтобы омлет не плавал. Но сковорода должна быть тщательно им смочена, для того, чтобы наш омлет ни в коем случае не прилип к сковороде. Я также немножко добавлю в миску. Буду смазывать предварительно. Первый слой выливаем. Распределяем по всей сковороде. Совсем тоненький, как блинчик получается. Да, вот в этом и особенность японского омлета. Мы будем его скручивать. Скручивать почти как рулет. В оригинале берутся квадратные сковороды, специальные для омлета Тамаго. Так его оригинальное название. Но мы используем и круглые. Действительно, далеко не в каждой квартире найдется специальная квадратная сковорода. Но вот внимательно давайте лучше следить за тем, что же делается дальше. Мы кладем уголь. Края чуть-чуть поддеваем. И очень правильно, что сковорода у нас тефоновая. И он не будет пригорать у нас. И, в принципе, жар тоже имеет большое значение. Он не должен быть слишком большой для того, чтобы омлет не горел. То есть тут, в принципе, каждый из нас должен вспомнить масленицу. И все это очень похоже на приготовление классических наших блинов. Правда, обжариваем мы их с одной стороны. И очень плавными, аккуратными движениями. Глядите, как нужно свернуть все это в рулетик. Свернули. Затем, как я и говорил, смазываем еще раз. Прямо сверху? Рядом. Омлет мы в сторону откладываем. И добавляем второй слой. Как необычно. При этом первый остается на сковороде. Заметьте. Мы поддеваем. И под него тоже попадает яйцо. Так у нас не горит нижняя часть. И такую процедуру мы повторяем до того, как у нас закончатся яйца. Ну, а мы это все посмотрим в ускоренном варианте. Ну вот, омлет готов. И мы его отправляем на салфетки. Для того, чтобы избавиться от лишнего жира. Хотя это блюдо нельзя нашивать жирным. Мы очень-очень мало использовали масло. И уже приступаем к оформлению нашей тарелки. Я использую водоросли. Также соус унаги. Соус унаги очень интересный соус. Он приготавливается на основе соевого соуса. Есть такое вино мерин. Это рисовое вино. Очень сладкое и выдержанное. И также используется непосредственно угорь. Так как унаги с перевода с японского означает угорь. Кстати, Гринпис озабочен проблемой массового вылова угря. Ведь он все популярнее и популярнее становится по всему миру. Теперь его предпочитают не только японцы, но и европейцы массовую. Как выращивают искусственно, так и вылавливают во всевозможных подаемах. При этом сам угорь размером может достигать целых двух метров. Представляете? Стоит отметить, что его очень удобно хранить в морозильной камере. Делается это действительно очень просто. Лишь отрезаете нужный кусочек, а дальше так и может оставаться туша в морозильной камере. И это никак не повлияет на вкус нашего блюда. Выкладываем в шахматном порядке. Поливаем сверху соусом. Согласитесь, даже вот такая вот небольшая необычность презентации уже делает наш блюдо гораздо красивее. Мы используем водоросли. Это что-то очень похоже на чуку нам привычную, которую можно купить в любом магазине. Но вы можете пользоваться даже морскую капусту. Главное помнить, что там невероятное количество витаминов и такого важного для нашего организма йода. Так что лучше обязательно добавлять в наш рацион. Для краски и для вкуса помидоры черри. Кстати, оригинальное название салата, как вы сказали, чуха, это более европейское название. В Японии его называют хияши вакамы. Хияши вакамы отлично гармонируют для украшения с нашим обычным зеленым горошком. Главное это фантазировать и не останавливать себя ни в чем. Но на самом деле, смотрите, 15-20 минут, да, не так мало времени, но тем не менее, это того стоит. Пахнет это просто потрясающе. Так что приятного аппетита. Еще раз напоминаю, что готовили мы наше блюдо в ресторане Кадор на французском бульваре 66. Дробь 3 мастер-класс получили от Константина Сиратын. Спасибо большое и приятного нам аппетита. Субтитры подогнал «Симон»!